Всем привет! Мы находимся сейчас на юго-западной, юго-западный район Москвы. В свое время этот район стал культовым среди трейсеров и тех, кто занимался паркуром, потому что здесь очень-очень много мест, спотов, где можно прыгать, делать всякие вещи, отрабатывать элементы. И это здорово, действительно, я давно здесь не был, сейчас приехал, и количество мест только преувеличилось. В то же время начали строиться, я заговариваюсь, и воркаут-площадки, и мы как раз на одной из них сегодня. Давайте сразу покажу. Так, что у нас здесь есть? Брусья с толстой перекладиной, это хорошо, но плохо, что не соточка, не 108 миллиметров, не сколько там, 100 должно быть, а всего лишь 70. Это значит, что конструкция гораздо менее устойчивая, гораздо меньше времени прослужит. Собственно, австралийские, небольшой каскад турников и переплаты для отжиманий, скамеечка для тренировки пресса, каскад турников, здесь, кстати, видно то, о чем я говорю, то есть, видите, площадка, по-моему, не больше года, она уже расшаталась, некачественная сделала, некачественная. Я, собственно, пришел сюда показать вам эту площадку, потому что здесь есть Чип и Дэйл. Чип и Дэйл нам сегодня очень, очень будут нужны, надеюсь, они уже спешат к нам на помощь. И еще один блок турников, скамейчик для пресса, шведской стенки, каких-то непонятных детских колец и каната. Сразу видно, у кого производитель украл идеи всего этого. Сделал, конечно, хуже, чем оригинал, это неудивительно. Все-таки оригинал есть оригинал. Но именно на этой площадке здесь мы будем тренироваться сегодня. Поскольку на улице уже минус пять и холодает, пара моментов, которые, хочется сказать, перед началом уже размялся. По итогу вчерашней трении я понял, что ах... По итогу вчерашней трении я понял, что очень-очень тяжелая эта техника, я ее недооценивал. Вот. Что я могу сказать? Я буду делать подтягивания в нижней части. Так больше работает спина, меньше работает бицепс. Как вы помните, я устанавливаю предплеща, поэтому мне не нужна на него дополнительная нагрузка. Поэтому я буду делать половинку в нижней части. Дотянул до верху, опустился. И то же самое буду делать во всех других упражнениях, потому что лично мне так понятнее, как делать. Понятно, до какого уровня надо подниматься, чтобы снова опуститься и чтобы подняться на полную. Я пробовал на вчерашнем видео, это видно сначала делать приседания или отжимания. В верхней половине у меня ничего не получилось. Поэтому только с нижней, мне это понятно. Вот. Если у вас вдруг возникает тоже вопрос, как делать, ну, смотрите по себе. Вот. Но должна быть половинка. Вы должны добавлять каждому повторению половинку. если выпады идут очень тяжело, а они будут идти очень тяжело, вы можете поставить руку на опорную ногу и чуть-чуть помогать ей дожимать. Вот. Но это в случае, если вы уже прям не можете совсем выпады делать самостоятельно, а хотите делать выпады. И что еще? Время отдыха между подходами в 7-е. Я увеличил до 1 минуты, и этого все равно абзац как мало. Очень тяжело. Вот в этих перчатках, это F1 зимний, в них тепло, в них хорошая, ну, как бы, хорошо держаться за турник, но нет сцепления. Я очень много сил трачу просто на то, чтобы удержаться от раскачивания. Когда я вот делаю половинку, опускаю сниз, если слишком быстро это делать, теряешь много сил. Или тебя будет раскачивать. В F2 такой фигни быть не должно, поэтому завтра я попробую раздобыть F2. Просьба подтягиваться в них. Потому что, блин, мне очень тяжело вытаскивать вот 5 повторений в каждом круге с половинками. Гораздо тяжелее, чем я ожидал. Но, как бы то ни было. Будет хорошая тренировочка. Погнали! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 вот такая вот вышла тренировка сегодня и что я вам скажу ребят это просто какой-то ад просто реально ад сейчас еще в Москве холодает поэтому дышать становится все тяжелее я думаю это самая сложная техника хотя она и стоит перед последней но мне кажется что эта техника самая сложная в любом случае продолжаем тренироваться продолжаем двигаться несмотря на то как бы не было тяжело будем продолжать идти до конца осталось совсем чуть-чуть и мы должны пройти эту дорогу так что увидимся завтра на новой площадке всем удачи в тренировках и держитесь